Образ именуется отрадой и утешением. Ватопедский. Ватопед – это один из монастырей Святой горы Афон. Ватопедос – это куст отрока. Это такое получил название монастырь, потому что там был спасен чудесно от смерти в море царевич. В девятом веке там было такое событие. Вообще икона была изначально. Адегитрия – путеводительница. Адегитрия – это когда Матерь Божия смотрит на нас, Сын Божий смотрит на нас, и Он нас благословляет, а она держит Его. Она бы принимает еще благословение. Вот, адегитрия – пасеча. Он благословляет, она бы принимает благословение, держит он в руках. В девятом веке ватопеде была угроза. Вообще Афон грабился сотни раз. И турками, и не турками. Кем только не грабился – пиратами морскими. И эта обитель была в опасности от ограбления. Какая-то группа воров, вооруженных, злонамеренных, сильных людей, подобрались к монастырю и ждали темного часа, когда монахи по кельям разойдутся, чтобы напасть на монастырь и позабирать там все, что можно. Сосуды, ризы, там что-то можно забрать. И игумен монастыря стоял перед этим образом, тем ватопедским списом, и какие-то молитвы там приносил Господу и Божией Матери. И икона ожила, что бывает в истории нередко, если так суммировать эти все случаи. И Матерь Божия говорит ему, что берегитесь воевоопасности. При этом повернулась к нему, и лик ее стал повернуть направо, на той природной, начальной иконке. Начали мы с ней разговаривать. А Христос, благословенное имя его, начал закрывать его. Говорит молчи, пусть пострадают за грехи свои. А она забрала его руку. То есть произошла некая драма такая, краткая драматическая история. Она не дала ему закрыть себе уста и предупредила этих монахов. Говорит, какие там грехи этих монахов, мы не знаем, куда женская нога не ступает. Значит, что они там творили, это только Христу известно. И он хотел, чтобы они были наказаны. А она не хотела. И вот эта драма отображена на этой иконе. С тех пор, как бы она, тот образ первоначально, как бы он, изменившись, застыл в этом своем драматическом состоянии, где Христос без всякой милости, жалости, довольно строгий, закрывает уста матери. Хватит молиться об этих злодеях, этих беззаконних. Я говорю о всех неаватопетских монахах девятого века. Что там, хватит, что ты просишь. Когда ты уже перестанешь просить, что он делает то, что она просит, но ради нее. Знаете, как если бы к большому начальнику приходил любезный друг, например, когда-то его спасший из полынии или на охоте от медведя, или вытащивший его из кюрьмы. И приходит к нему и просит его, помоги вот этому. А там клеймания не ставит. Он говорит, я помогу. Ради тебя, конечно, не ради него. И второй раз, и третий, и четвертый. Он говорит, ну слушай, я устал уже помогать. Я устал помогать. И ты каждый раз просишь за такое отребье, что я вообще не хочу помогать, но я тебе отказать не могу. И какая-то такая драма другая происходит в небесном царстве. И она отобразилась вот на этом образе. Поэтому, взирая на него, имейте ввиду, что перед нами некая драма. Драма судьи, готового разгневаться. Драма, превращающаяся в утешение и отраду. Что Матерь Божия превращается в ходатайцу. И заступницу, как мы верим, она будет ходатайствовать у нас до последнего дня, до судного дня и судного часа. И эта молитва продолжается, и это все отображено иконописно. Не нужно смущаться этими моими словами никому, потому что в Духе Святом возможно все. Христос брал пыль земную, плевал на нее, мазал этой пылью со слюной. Глаза людям прозревали. Моисей ходил между стеной воды справа и стеной воды слева. Гидеон там что-то делал другое. Иисус Новин солнце над Гаваоном останавливал. Короче, мир духовный полон вещей, которые выше ума. И смущаться не нужно этим. Вы не обязаны верить в это. Но если сердце ваше откликается на сказанное, и вы понимаете, что перед вами одна из грани откровения Божьего о мире, то мир вам и на Израиле Божий. Вы люди Божьи. То есть ваше сердце откликается на движение струн, движимых Духом Святым. Можно сомневаться, можно сказать, что там, какие там иконы ожили, замерли, то есть что там, и пошел по своим делам. А мы, когда слышим это, наше сердце начинает трепетать, как у Луки и Клеопы. Они говорят, не сердце наше горело в нас, когда он шел с нами и разговаривал с нами на пути. То есть это глаголы истины. Иконы Пресвятой Девы Марии – это такие окна в мир Божественных Откровений. Через каждое окошко открывается какая-то такая правда Божия. Не через все одинаково. Но, например, вы знаете, в Москве есть очтимый образ недалеко от Храма Христа Спасителя в Илье Обыденном – «Нечаянная Радость». Тоже оживший образ. Тоже оживший. Какой-то человек имел блудный грех, не имел желания с ним бороться или сил не имел. Но он имел в то же время и веру. И он не терял веру, но и не оставлял блуд. Находился в совершенно невозможном, двусмысленном, дурацком состоянии. И он, уходя по своим делам, все-таки преклонял колени перед Божьей Матерью и говорил – «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословен ты в женах и шел там по своим делам». И он так делал много раз. До тех пор, пока икона не ожила. И он вдруг увидел, что язву у Христа кровоточат на иконе. И что вообще, как бы она как живая. Ну и что такое? И Матерь Божия заговорила с ним. Она от небес, от горней славы, благочестящей. Через этот образ тогда, в том месте, в то время, в этой локации, она заговорила с ним. Он говорит – да вы распинаете моего сына постоянно, просто издеваетесь над ним постоянно, все вы. Он говорит – что мне делать там? Ну, человек, понимаете, что с ним происходит, да? И говорит – помолись за меня. Она молится, прости его там, еще раз прости его. И он говорит ей – ты мать моя, я сын твой. Закон чтит. Говорит – чтить отца и матери. Я тебя чту, ты мать моя. Я законодатель и законоисполнитель. Ты прощешь, я сделаю, помилую его. И человек меняет свою жизнь, безусловно, после этого всего и начинает другую страницу своей биографии. Создает не похожую. Тоже оживший образ. Тоже перед нами открываются какие-то такие границы. Нечаянная радость. То есть не ждешь радости какой-то. Вроде не будет ее. Какая радость в этой ее доле печали. Вдруг, бах, тебе на. Вдруг. Нечаянно. Здесь – от рада и утешения. Там, скажем, на Брюссовом, на Успенском вражке, там взыскание погибших. Представляете, вдумайтесь, такое взыскание погибших. Погибшие – это не убитые на войне. Погибшие по-славянски – это потерявшиеся. Погибшие овча, аз, есть он. Воззовимя, спаси и спасимя, значит, я потерявшийся ягненок. То есть погибшая драхма – это потерянная монета. Взыскание погибших – это поиск потерявшихся. Такой МЧС духовный. То есть люди потерялись, батарейки сели, и сигнал не дают даже. Даже не молятся о том, что они пропали. А какое-то МЧС небесное совершает поиск этих пропавших. Это взыскание погибших. Матерь Божия ищет погибших. А там отрадует кто-то, да? Отрадует, допустим, там, или утолимые печали. То есть сердце человеческого печали полное, а она утолительница этих печалей. Короче, это каждый раз какое-то откровение новозаветной истории. Какое-то такое окошко в мир духовных реальностей. Вот сегодня мы с вами познакомились с этим образом, с этой иконографией, которая когда-то была Адегитрией. Всего-то есть три иконографии. Умиление, Элиуса, Адегитрия и Оранта. Самый древний Оранта. Это когда Дева Мария изображена с поднятыми в молитвенно руками. А в области ее лона некая сфера светящаяся, в которой изображен Богобладенец. Это еще катакомбный образ. Это образ первых веков. Он еще был тогда, когда церковь из-под поля из катакомб не вышла. А потом Элиуса, когда она смотрит на него, он на нее. Когда они вообще не смотрят на нас. Когда они предчувствуют будущие страдания. Когда она жалеет его заранее. А он там что-то говорит ей, короче, какое-то умиление. Ну, что тут скажем. А Адегитрия, когда она показывает нам путь. И он нас благословляет. Когда они вместе. Там они вместе друг к другу, а здесь они вместе к нам. А это другое что такое, совершенно другое. Это когда он против нас, она за нас. И он ради нее тоже за нас. Такое... Можете себе представить вообще, как бывает на небе. Он против нас, она за нас. Ну ладно, теперь я тоже за них, потому что ты за них. Ради тебя я тоже за них. В истории Израиля было такое. Моисей на горе сорок дней молится. Евреи внизу под подошвой горы беснуются. Льют золотого тельца. А Аарон идет им на поводу. Все начинают вакханали. Господь говорит, сойди быстро вниз, там творится ужасное. Моисей сходит, там беснование многомиллионного народа. Он режет их в мясо, там самых буйных из них. Господь говорит ему, я их всех уничтожу. Всех, да одного. Это все, вот это семя подпоршивое. Уничтожу всех. От тебя рожу новый народ. Моисей говорит, да не будет такого, Господи. Не делай этого. Все будут смеяться с нас. Скажут, что ты вывел нас в пустыню из Египта, чтобы здесь нас погубить. Не надо, пощади и помилуй. И ради Моисея, ради молитвы одного человека, они все остаются живы. Ну кроме тех, которых Моисей с левитами, взявши руку. Говорит, кто за Бога, тот ко мне. И они вооружились, как бы и начали резать их беззаконников, пока кровью не остановилось идолослужение. То есть один человек может вымолить весь народ. А одна Матерь Божия может вымолить все человечество. И она его вымоливает до сегодняшнего дня. И поэтому, конечно, мы живы. Вот такой у нас сегодня святой с вами день. Пресвятая Богородица, спаси нас. Аминь. Аминь. Продолжение следует...